Благословен Господь и Бог наш Царь Вселенной Господь, дающий Тору. Амэн. Присаживайтесь, драгоценные. И прежде чем начать свой комментарий, я хочу вас поздравить. Поздравить с наступившим 5774 годом от сотворения мира. И хочу пожелать всем нам, чтобы этот год был реально годом нашего духовного роста. Чтобы в этом году мы приблизились к Богу. Чтобы в этом году мы стали еще более похожи на Него. И чтобы наша община, как тело, как единый организм, соединившись вот так вот в кулак, исполнили Божью волю. Чтобы вот эти вот пустые места, которые мы видим, они были наполнены покаявшимися и возрожденными евреями. И пусть Господь нам всем в этом поможет. Бишемишуа. Амэн. И мы с вами так настойчиво, медленно, но очень уверенно, мы доходим до завершения годичного изучения Торы. И на этой неделе мы как раз рассматриваем предпоследнюю главу, но которая, как комментируемая глава, она будет последней. Потому что впереди нас ожидают праздники, и глава после этой, она комментироваться не будет из-за праздников. Это как бы последняя комментируемая глава в этом году. И знаете, я думаю, что за этот год мы с вами все стали немножечко мудрее. За этот год мы все с вами немножечко возросли в святости, потому что то, что мы делаем, оно освящает нас. Вы помните, как Ешуа молился Богу о своих учениках? В послании Иоанна в 17-й лове он говорил, освяти их истиной своей, слово твое истинно есть. И мы с вами также поем песню «Освети Божьи глаза наши Торой и к заповедям Твоим прилепи сердца». И я думаю, что за этот год наши глаза, они осветились. И я верю, что наши сердца, они прилепились еще больше к Богу и к Его заповедям. И за все это слава лишь одному – Ешуа Машеху, умершему и воскресшему во веки и веки. Друзья, на этой неделе мы с вами изучаем главу, которая называется «Аазину». Означает это «Внимайте», «Внимай», «Внимайте». Это второзаконие, 32-я глава. И так как на прошлой неделе не получилось, у нас не было комментариев Торы, я все-таки затрону еще предыдущую, совсем чуть-чуть предыдущую главу, чтобы ничто нами не было упущено. Вкратце я немного об этой главе поговорю. Это глава Ницавим Ваилех, 29-я, с 10-го стиха по конец 31-й. Вот сегодня мы поговорим об этих главах, но сегодняшняя глава, она называется «Аазину». И в синаидальном переводе эта глава, она озаглавлена как «Песнь Моисея». И это действительно является песней, но интересно то, что это не просто название. Реально в свитке Торы песня Моше, она написана столбцами определенной формы. Это такие столбцы, которые, как правило, они пишутся для слов стихотворной формы. И эта песня, которую мы изучаем, она входит в десятку гимнов, которые имеют особенное место в еврейской культуре. И какие это гимны? Мы с вами их также читали, изучали. Помните песнь Моше и Мириам, когда Черное море разрезалось, и Израиль прошел по суше, а египтяне, которые хотели погубить израильский народ, они были поражены. И после этого Моше и Мириам, они воспевали песню. Мы также можем читать эти гимны, это в псалмах есть эти гимны, также в Танахе, это, помните, песнь Деворы и Балака. Вот наша глава, она как раз вот входит в эту десятку вот этих вот гимнов. Но помимо того, что эта песня, она имеет особенное место в религиозной культуре еврейского народа, она имеет еще и очень интересный и глубокий смысл. И вообще, знаете, интересно вот как-то получается, во всяком случае это в моей жизни, что изучая вот последние несколько глав, цикла изучения недельных глав Торы, я заметил такую интересную вещь, что идет такая подготовка народа перед новым этапом его жизни. Мы видим, что прошел довольно такой длительный момент жизни, становления еврейского народа. И во всем этом мы видим, что несмотря на то, что израильский народ, он постоянно увещевался, несмотря на то, что Моше передавал ему Божьи слова, напоминал о заветах, и в прошлой главе как раз было обновление завета, несмотря на это, Израиль, они все-таки отойдут от исполнения завета, сойдут с Божьего пути. И в своей песне Моше он об этом как раз и упоминает. Я зачитаю вам 32 главу с 15 стиха. И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневали его, «Переносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы наши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». Страшные вещи, да? Не правда ли? Ну, такие серьезные. Поклонение бесам, поклонение чужим богам. Но мы видим в этой песне и в предыдущей главах, что несмотря ни на что, несмотря на то, что Израиль, он отступил от Бога, Бог, он остается верный своему народу, и Бог никогда, ни при каких обстоятельствах, он не нарушит своего слова, он никогда не нарушит того договора, что он постановил, и не оставит свой народ. И если мы посмотрим, то предыдущая наша глава, ее еще называют главой «Возвращение». И я немножко коснусь этой главы, потому что есть там некоторые интересные моменты. И изучая предыдущую главу, мы видим, что в конце времен Бог произведет великую алию, великое возвращение народа в обетованную землю. И пройдет это не просто так, произойдет это через пробужение, через покаяние, через реальную тшуву, через внутреннее перерождение еврейского народа. Я хочу вам прочитать 30 главу с 5 по 8 стих, где об этом повествуется. И переведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои. И ты получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. И обрежет Господь Бог твой сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа твоего, и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих, и на ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать глаза Господа, и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня. И об этом говорится как об утвержденном факте. Это произойдет, это будет. Несмотря на то, что Израиль, он отойдет от Бога, произойдет это реальное обрезание сердец, это реальная шува, это реальное обращение к Богу. Интересно то, что изучая прошлую главу, мы видим, что это произойдет не в Израиле. Не будет так, что Бог соберет свой народ в Израиль, и там произойдет покаяние. Покаяние будет происходить как раз в рассеянии. И я засчитаю, из чего я это взял. Первый стих 30 главы. «Когда придет на тебе все слова сии, благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь их в сердцу своему среди всех народов, в которые рассеет тебя Господь Бог». Примешь среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой. И вы знаете, мы с вами, как мессианская община, мы как раз вот являемся творцами этого действия. Мы являемся соработниками у Бога и участниками в исполнении Его Божьего плана. И на нас с вами лежит особая миссия. Особая миссия в исполнении Божьей воли. Особая миссия в проповеди Евангелия спасения еврейскому народу. И очень хочется, я верю, что этот год, он будет как раз реально годом пробуждения, когда мы с Божьей помощью будем видеть плоды нашего служения. Мы и так видим плоды, но хочется увидеть громадный плод. Я верю, что в этом году оно так и будет. И если мы будем верить вместе и делать дела, достойные нашей веры, то это произойдет во имя Ишуа. И, друзья, в нашей главе, в песне Маше, в песне Великого Пророка, мы можем видеть такие интересные моменты. Вот если на первый взгляд посмотреть на песнь Маше, она такая далеко, ну скажем, слова не очень сильно приятные. Не сильно она такая позитивная глава. Там Маше так жестко, он свидетельствует против своего народа, против Израиля. Но также в главе мы видим, что, несмотря ни на что, Бог, Он верный, и Бог хочет очищения своего народа. Это вот, если прошлая глава, она касалась возвращения израильского народа, то, что это произойдет через Шуу, то в песне в своей Маше, свидетельствуя против народа, в конце Он по-любому приходим к тому, что будет очищение Израиля. Чтобы не быть голословным, прочитаю вам второзаконие, 32 главу, 39-й, 43-й стих. Видите ныне, что это Я, и нет Бога, кроме Меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей. Я подъемлю к небесам руку Мою и говорю, «Живу Я вовек». Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя примет суд, то отмщу врагам Моим, и ненавидящим Меня воздам. «Упоюсь стрелой Моей кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом Его, ибо Он омстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, и очистит землю Свою, и народ Свой». Бог очистит Свой народ, очистит землю, и народ будет народом святым, народом, посвященным Богу. И целью Бога не есть, во всем том, о чем Бог говорит, целью Бога не есть наказание, целью Бога есть привести народ к покаянию, целью Бога есть то, чтобы привести еврейский народ к очищению, к обращению к Богу. И мы знаем, что это будет, это произойдет, и когда будет совершена эта великая Илья, когда по всему миру, еврейскому народу будет проповедана Евангелие, и народ начнет возвращаться в Израиль, мы знаем, что в конце времен в Израиле будет последний суд над Израилем, где будет реальное вот это очищение своего народа через те великие скорби, которые он будет проходить. Но сегодня не об этом, и я хочу, чтобы мы поговорили не о самой песне. Конечно, можно было, в песне есть очень интересные моменты, но вот Бог положил мне на сердце поговорить не о песне, а о том, кто эту песню излагал. И я хотел бы поговорить немножечко о Маше. И в нашей недельной главе, вот в конечном цикле изучения Торы мы видим последние дни, последние дни этого человека, последние дни великого пророка, последние дни того, кто сыграл колоссальную роль в избавлении израильского народа. И давайте мы немножко вспомним его жизнь. Вообще, если посмотреть на Маше, его сердце, оно было исполнено любовью к Богу. Его сердце было исполнено любовью к своему народу. Если вы помните, я думаю, вы помните, что в начале у него были довольно-таки перспективные перспективы в жизни. Хотя он родился в среде еврейского народа, но воспитывался он в доме фараона. Он был при дворе фараона. Перспективы его жизни были довольно-таки неплохие. Он прекрасно жил, имел хорошее будущее, но что-то в его сердце, оно по-любому влекло его к евреям. И вы помните эту историю, как он пошел посмотреть, как живет его народ, как он вступился за своих братьев по крови, как он убил египтянина, и что он получил? В конце он получил осуждение. Они не поблагодарили, не сказали, да, дорогой, спасибо. Они начали на него еще говорить неправильные вещи. Казалось бы, да, его сердце могло ожесточиться, и он мог сказать, ребята, зачем вы мне 300 лет надо? Я вас не видел, и пойду я в дом фараона, но он этого не сделал. Мы видим потом, что впоследствии, когда он уже с еврейским народом, когда произошел исход из Египта, мы видим в дальнейшем, что народ, он не всегда к нему был благорасположен. Они роптали на Бога, они роптали на Него, они были готовы даже в какой-то момент его умертвить, но он во всем оставался верен. Даже если посмотреть на эту песнь, то можно, вот если посмотреть чисто человеческими глазами, да, конец жизни. Он, Моисей, он реально знал, Бог ему неоднократно говорил, что он не войдет в землю. Народ стоит при входе в обетованную землю. И в 31 главе, во 2 стихе, вот незадолго до этого, Моисей сам говорит, я в эту землю не войду. Он понимает, что в землю он не войдет. Но несмотря на это, он говорит Божьи слова. Хотя в человеческом разумении можно было сказать, шалом хаверим. Я понимаю, вы не всегда правильно себя вели, но все будет у вас хорошо. Все будет нормально. Бог милостей любит. Пытаться сгладить ситуацию каким-то образом. Но он тверд. Он говорит вещи, которые в принципе для верующего еврея они очень сильно резали ухо. Для еврея того времени. Потому что на момент, когда он это говорил, народ еще не отошел от Бога. Народ еще не отступил за это. И Моисей говорит, вы будете поклоняться бесам. Вот представляете, вот на секундочку вам говорят, вы будете служить не ешо, вы будете бесам поклоняться. Да? Какая была бы реакция ваша? Это было бы негодование. И Моше, будучи человеком, и человеком мудрым, я думаю, он понимал, что он, возможно, дождется этого негодования. Но во всем он был верен Богу. Потому что те слова, которые говорил Моше, это были слова, которые Бог влагал в его сердце, для того, чтобы он передал эти слова своему народу. И для нас, пример Моше, это очень хороший пример. Это пример верности. Пример того, что несмотря ни на что, он оставался верным. Можно сказать, да, но это же Моше, это великий пророк. Да, это Моше, это великий пророк, но это человек. Он был 100% человеком. Он был на 100% человек. И я думаю, что ничто, то, что мы проходим, ему не было чувства. Только взирая на Господа, он исполнял его волю в служении Богу, в служении его народу. И он был тверд в этом намерении. Вы знаете, я хочу сказать, что мы собраны на этом месте не просто так. Не просто так Бог вложил в наши сердца любовь к еврейскому народу. Потому что, смотрите, здесь есть как евреи, как неевреи. Но мы имеем одно желание послужить в спасении еврейского народа. И смотря на Моше, на его жизненный пример, мы можем у него многому поучиться. не смотреть на обстоятельства, которые будут в нашей жизни. Потому что и у нас не всегда люди будут согласны с тем, что мы говорим. И у нас будут ситуации, когда нам захочется сказать, да не хочу я ничего. Но мы сможем, взирая на Бога, все это совершить. Пройти. Писание, Новый Завет Брихадаша говорит в послании как раз к евреям в 12 главе говорится о том, что «И совершайте прилежащее вам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Ишуа Машеха, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест и воссел одесну величьего Божьего». Мы можем пройти все моменты, если будем взирать на того, кто умер за нас, на того, кто спас нас, на того, кто дал нам жизнь. И в следующем году мы будем опять продолжать освящаться. Опять мы будем изучать Писание, опять мы будем изучать недельные главы Торы. Заканчивая этот год, я хочу ободрить вас, чтобы вы начали комментировать Тору в своих семьях. Это хорошее время, когда в шаббаты вы сможете мужи сесть, собрать жен, детей и поделиться словом о том, что Бог говорит через Писание. И пусть Господь поможет всем нам реально быть твердыми, мужественными в исполнении Божьей воли для нашей общины. Это спасение евреев в первую очередь и, конечно же, не евреев, потому что совместно евреи и не евреи. Мы становимся одним народом для того, чтобы славить Бога Авраама и Цхака и Якова. Пусть Бог нам в этом поможет. Вишемишуа Машихейну. Амин. Аллилуйя. Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником. Шаната вам. Для тех, кто сейчас смотрит нас в интернете, мы тоже поздравляем вас с уникальным праздником, необходимым для каждого человека. Я понимаю, сегодня очень много ваших глагол. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok